Всем привет! Меня зовут Евгений Петров и сегодня хотел бы я показать несколько упражнений, которые можно делать в домашних условиях, используя обычные жгуты или резинку. И первое упражнение это сгибание на бицепс. Зажимаем резинку ногой и делаем по 10-12 повторений в четырех подходах. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Потом другой рукой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующее упражнение сгибание на плечи. Можно выполнять одной рукой, можно выполнять двумя руками. Вот как пример. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем резинку в другую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Для тех, кому тяжело, можно также делать эти упражнения и двумя руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Также можно тягу к подбородку поделать даже с задержкой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше из комплексов, что можно также предложить для проработки мышц спины. Взяться за жгут. Пониже чуть-чуть ножку вперед, чуть-чуть спину ровно и делать тягу по типу нижнего блока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поменяли руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующим упражнением можно проработать группы мышц ног. То есть мы зажимаем резинку между ног и стараемся, ну тянем немножко ее на себя и стараемся шагать немножко влево и немножко вправо. То есть вот раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть у нас мышцы ног испытывают статическую работу, тем самым напрягаются и после того, как мы расслабляем резинку, расслабляются. Далее хотел бы обратить ваше внимание на профессиональные эспандеры. Я думаю, что у каждого дома есть круглый или в более упрощенном варианте эспандеры, где можно укрепить кисти и предплечье, а также пальцы, рук. Тем самым это простой комплекс по сжиманию его. Ну, примерно по 12-15 раз на каждую руку. То есть вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Также другой рукой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это что касается динамической работы. Также есть статическая работа. Например, можем мы эспандер непосредственно удерживать на время. Зажали и держим, 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 держим сколько у нас сил хватит. Ну, примерно уже в конце тренировки можно поделать два-три подхода уже на максимальное количество времени. Вот правой рукой, потом непосредственно уже и левой рукой тоже зажали. И держим, 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 держим сколько у нас хватит сил. Также для тех, кому держать тоже очень легко, можно с помощью второго эспандера или вот от него кусочка зажать определенный вес, ну примерно от килограмма до трех И зажать на эспандер и держать уже непосредственно время Как правой рукой уже будет намного тяжелее, потому что уже мы контролируем процесс, чтобы пуля не вылетела, а то груз упадет как правой рукой, так и непосредственно левой Зажали и держим уже с отягощением То есть крепкие пальцы, крепкие кисти – залог успеха, силы и, конечно же, крепкого хвата Всем большое спасибо за внимание, занимайтесь спортом и берегите себя и своих близких